Библия нас учит с великой радостью, принимайте, братья, когда впадаете в различные испытания. С великой радостью. И это преимущество наше. По-другому смотреть на этот мир, по-другому смотреть на жизнь. И мы просто становимся непобедимыми. Мне однажды одна фраза понравилась, один человек любил ее говорить. Мы обречены на успех. Знаете, христиане? И это действительно так. Потому что, ну, кто может быть против нас, если Бог за нас? Тот, который Сына Своего не пощадил. Но как вместе с Ним не дарует нам и все? Апостол Павел, он задается этим вопросом. Тот, который Сына Своего не пощадил, как вместе с Ним не дарует нам и все? Если Бог за вас, кто против нас? Но тем не менее, поэтому я в последнее время радуюсь, что я живу в таком времени, где еще не все побеждено. Потому что что делать, если там, где уже все будет побеждено? Ну, там будет интересно по-своему. Наверное, будем играть в футбол, или еще во что-то, заниматься творчеством. А сейчас еще нужно воевать. Давайте откроем 2 Петра, 5 стих. И просто прочитаем первую, вот, до запятой. И это будет название проповедь. Там первая запятая, да, вторая запятая. Название проповедь. У вас как-то написано? То вы запятая, да? То вы запятая, да? Ну нет, название не то вы. Название то вы прилагая к всему все старания. Вот это название проповеди сегодняшнего. Или второе ее название, одиннадцатый талант. А, задумались? Нет, что такое одиннадцатый талант? Вот когда мы приложим все старания, мы начнем получать одиннадцатый талант. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, пятнадцатый. Понимаете, нет? Чуть-чуть. Здесь можно выше прочитать во второй обетах. «Так как божественной силой его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы прилагаете ему все старания. Да? Все старания. Я сейчас не буду там вот эту, это называется как бы лестница Петра, где покажите в гире вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, благочестие браталёй, браталёй и любовью. Вот так вот я знаю. Давайте будем. Ну я сегодня хочу говорить про все старания. Да? Или можно сказать, да, вот возлюби Господа Бога твоего всей душой твоей, всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всею силою твоей, да, всею крепостью твоей. Однажды, по-моему, я проповедовал как-то на тему всею силою твоей. Сегодня проповедь похожая, но называется немножко по-другому. Вот. Помните, да, может быть, в прошлый раз я вам свой сон рассказывал, да, про трубу, которую переносили через высоту какую-то, да, и я держался за неё вот так снизу, как терминатор, примагнитился. И это требовало всех моих усилий. Но, несмотря на это, я понимал, что это невозможно. Но я почему-то не падал. Но для того, чтобы не упасть, мне нужно было просто держаться всеми силами. Вот сколько у меня есть, столько держаться. И я не падал. И вот, ну, я примерно про это, да, что мы, мы на самом деле даже не представляем с вами, на что мы способны. Мы не знаем свой потенциал. Мы не знаем свой предел прочности. Мы не знаем вообще, ну, кто мы, на что мы способны в Царстве Божьем для Бога и с Богом. В нас очень много заложено. В нас очень много уже есть. Понимаете? И давайте мы вот так вот тоже, чтобы заложить основание сегодняшней проповеди, прочитаем Евангелие от Матфея, 25-ю главу. Потому что обычно я просто напоминаю как бы про эту притчу. Но сейчас хочу просто прочитать ее еще раз. Как вы думаете, какая это притча? Давайте включайтесь уже. В 25-й главе какие притчи? Притча про талант. Я же проповедь назвал 11-й талант. Вот. С 13-го стиха. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который отправляет в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе. И тот сейчас отправился. Получивший пять талантов, пошел и потребил их в дел. И приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два таланта. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю. Искрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И пойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел так же и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный рак, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жмешь день и сеял, и собираешь день и рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый рак и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю день и рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму на руку внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Аминь. Вот так вот. Вы хотите, чтобы Иисус пришел? Давайте я вам сейчас ответим. Оксана, ты хочешь, чтобы Иисус пришел? Хотите. Оксана Неменовича, Вера, хотите? Лет, хочешь, чтобы Иисус пришел? Лет, хочешь? Какая разница, чем мы хотим, да? Ну, хотите или нет? А вот у меня вопрос. А вы уверены, что вы готовы к тому, чтобы Он пришел? Вы использовали то, что Он вам дал? Тогда какой смысл хотеть, чтобы Он пришел? Потому что у тебя проблемы будут, если Он придет. Понимаете? Вот она, часто, суть. Мы иногда сами не задумываемся, что же вообще мы ждем, что же мы хотим. Да, приди, Господь. Но приди, воскликнет невеста в духе, которая будет готова. А просто приди и забери меня, это вот немножко не тот дух. Или вообще не тот дух. Да, это, знаете, как дух Иль, который, все, устал, Господи, не могу, забери меня. И пошел и лег под можжевеловый куст. Я слышал, что можжевеловый куст, это прообраз самоубийцы. Это куст, который имеет какой-то яд, под которым люди засыпают и потом не просыпаются. И поэтому ангел его, вставая, иди. Или так устал от этой жизни, да, он устал смотреть на беззаконие, он устал воевать, но... И поэтому был готов уснуть и не проснуться. И поэтому нам нужно включиться. Нам нужно включиться. Как же нам включиться? Дух Святой, вот что нас включит. Вот что нас включает. Вот этот вот дополнительный ресурс, который Бог дал нам. Этот ресурс для того, чтобы включить тебя. Мы должны это понять. Дух Святой не для того, чтобы ты пришел в церковь и так хорошо встал, так легче на жизнь смотреть. Дух Святой, это Дух. Дух бодрый, Дух движется, Дух носится, да? Помните, как Дух Божий носился над водой, да? Дух бодр, плод немощно. Это то, что Бог знает, что нам необходимо для того, чтобы нас включить. Это и есть то, что... И поэтому, понимаете, нам не нужно, чтобы вот Дух Божий, он был данным на 100% сегодняшнем нашем теле. Вот просто, чтобы ты был один Божий Дух. Нам Дух Святой дается как залог. Знаете, да? И я раньше не понимал это слово. У меня в моем понимании залог раньше был. Это, ну, то, что я, вот мне залог дали, я его должен так положить, и пусть он лежит. Чтобы потом, когда у меня попросят залог назад, я такой, раз. Но я по вот этой притче вижу, что это неправильный подход. Не для этого дается залог. Я вот по Духу просто хочу изменить немножко это слово на слово аванс. Потому что это очень похоже. И я думаю, что тот, кто говорил, он говорил больше вот в таком смысле, что он дал нам аванс Духа. Он дал нам что-то вперед. Вот что такое аванс? Я на стройке работаю. И мне нужно сделать определенную работу. Мне дают аванс. Мне для чего этот аванс? Для того, чтобы я его так положил, и сам, ну, не знаю, что, ну, там, делаю, типа, копаюсь, ковыряюсь там. Аванс дается для того, чтобы ты этот аванс весь употребил в стройку. Весь, полностью. Есть объекты такие, которые, в принципе, вот, если это большие объекты, аванс 30%, то там, в принципе, хватает практически на весь объект, чтобы его построить. Весь объект. То есть это на материалы, это на, даже на часть зарплаты, пускай, может быть, не на всю, потому что уже потом можно уже получить остатки, но мне этот аванс, он нужен для того, чтобы работать. Понимаете? Вот Бог точно так же нам дает своего Духа для того, чтобы мы включились. Для того, чтобы то, что для тебя было неприподъемное, оно стало для тебя приподъемным. Чтобы ты смог начать. Чтобы тебе было с чего начать. Вот для чего дается залог Духа. Он тебе дается как мечта и видение того, куда Бог тебя хочет привести. Потому что это все в Духе. Дух это и сила, Дух это и видение, и откровение. Потому что все в Божьем Духе. И, понимаете, и это, знаете, и это тоже не 5%. Понимаете? Вот Бог нам дает Дух. Он нам дает не 5% от всей суммы. Как я говорю, Он нам дает достаточно. И Он дает каждому по Его силе. Это то, что мы прочитали вот в этой притче. Он нам дает это, чтобы мы смогли по-настоящему включиться. Мы иногда включены. Есть еще один вот такой способ нас включить в Бог. Ну, который всегда работает. Это нужда. Нужда, боль, болезнь. Что-нибудь такое. Но Дух Его это лучше. Чем, ну, если не будешь включаться так, значит, Он тебя будет спасать. Вот так. Чтобы ты просто Его искал из-за своей нужды. Но настоящее желание Бога нас привести в такое состояние, где мы уже сможем двигаться и без нужды. Сможем быть полностью включенными и без нужды. А какой стимул тогда для нас должен быть полностью включенным, если у нас нет нужды? Вот у меня нет нужды, я живу нормально, все. У меня работа более-менее, у меня машина, у меня там даже дети нормальные в церковь ходят, и я хожу. Но я знаю, что я не использую весь свой потенциал. Не использую. Я просто как бы так докатываюсь. Нужда закончилась, все вроде более-менее нормализовалось. Что у меня включено? Как вы думаете? А? Вы говорите, нет нужды. Нету трудностей. Победил ты трудностей. Какое у нас тема? Вот у Иисуса, смотрите, в Нем был выбор. Он мог прожить вообще прекраснейшую жизнь. Реализоваться полностью. Все свои дары, все свои таланты. Он мог реализовать для себя. Мог стать знаменитым человеком, написать какие-нибудь книги там. Поделать какие-нибудь там. Открытия. Желание того не помогать. Аминь. Аминь. Устами младенцев глаголят истины. Аминь. Вот иногда люди, которые мало понимают о Библии, у них иногда мозг больше включен, чем люди, которые уже все пропитаны Словом Божьим. Им главное правильно ответить. А вот он не боится ошибаться. Пусть себя Богу подославит. Но невозмерно. Да, Иисус посвятил свою жизнь для чего? Для того, чтобы поднять других. Вот это стало Его полной реализацией. Полной реализацией. Это стало Его самым главным мотивом. Я вот просто тоже даже про себя так думал. И вас тоже так расскажу. Ну, я уже туда зашел. Поэтому тут уже вопросы ставить бесполезно. Но какая твоя мечта? Раньше я так себя спрашивал. Какая твоя мечта? И она такая внутренняя. Ну, какая хорошая мечта для человека? Полностью реализоваться. Да? Вот реализовать весь свой потенциал. Полностью. Да? Хорошая мечта. Отличная мечта. Стоит ради нее жить. Тут попробовал. Тут сделал. Тут делаешь. Все живешь. Но есть еще высшая мечта. Большая мечта. И вот я заметил, что у меня уже произошло это переформатирование. На другую мечту. И мне нравится, что у меня уже другая. Потому что, ну, когда ты хочешь ты реализоваться, да, это хорошо, это классно. Но это немножко попахивает эгоизмом еще. Самая лучшая мечта, которую нам показывает Иисус, и которую мы видим в нем, это мечта реализовать других. Жить так, чтобы помочь реализоваться, чтобы помочь реализоваться вот им или вам. Вот она мечта. Вот где я найду настоящий мотив для того, чтобы принимать свои решения, для того, чтобы делать какие-то вещи или, может быть, идти, куда я, может быть, ради себя бы не пошел. Ну, потому что ради себя, ну, и так нормально. Спокойно, хорошо, все так живут. Даже многие и так не живут. Но именно вот это, понимаете, именно вот это понимание, вот это желание Иисус передает своим настоящим ученикам, своим апостолам. Он живет для того, чтобы реализовать их мечты. Для того, чтобы они реализовали весь свой потенциал в этой жизни. И, соответственно, если он сможет это передать, если он сможет это посеять, и они начнут реализовывать свой потенциал, им передастся и эта мечта тоже. И они смогут передать тем, которые за ними, именно эту мечту. Не просто вот так вот из-за потери энергии, знаете, так, пока электричество по водам движется, оно теряет свою энергию. И сейчас-то люди, ну, они тоже, ученики апостолов были настоящие, потом ученики учеников были настоящие, а потом начинает теряться эта энергия, начинает теряться этот смысл, чистый смысл. Ну, у нас есть с вами Евангелие, у нас есть Христос, у нас есть апостолы. Нам не нужно теперь оправдываться, что, ну, мне вот так вот передали. Да, передать могли по-разному. Но самое главное, чтобы до тебя дошло Слово Божие, ты можешь вернуться к истокам, ты можешь вернуться к настоящему, чистому смыслу. Для чего жил Иисус Христос, в чем заключается, ну, жизнь. Настоящая цель, настоящая мечта. Это действительно, вот, помочь реализоваться другим. Стать всем для них, как апостол Павел говорит, я сделался всем для всех. У меня смысл в моей жизни вот другой, мне лишь бы, вот, еще люди спаслись, а те, которые уже узнали, мне вот, лишь бы побольше для них сделать, подготовить, подтолкнуть их, вдохновить их и жить для этого. Потому что, ну, жить для себя, только для того, чтобы про тебя Иисус сказал, молодец, это тоже не совсем тот мотив. Поэтому, если мы научимся так думать, мы действительно по-настоящему начнем включаться. Мы начнем оставлять вот свой страх перед ошибками, свой страх и нежелание двигаться как-то, знаете. Потому что, вот, ну, я, уже так смотрю, я людям, ну, просто пример такой, про учебу говорю, да? Я говорю, у вас есть время, у вас есть возможность. Идите, учитесь. Идите, учитесь профессионально христианству. И, ну, все немножко начинают сомневаться. У меня уже лет много тут, я уже даже как-то не планировал. И как будто, действительно, тебе это не так уж и нужно. Понимаете, да, про что я говорю? Действительно, может быть, тебе как будто бы, ну, ты и без этого уже спасешься, доедешь и так далее. Но, настоящие, искренние, глубокие христиане, они нужны, как воздух, здесь, понимаете? Как воздух, умные, наученные. Они нужны. И это жертва твоя. Это вот именно и говорит о том, что, если тебе не хватает стимула себя развить, нужно подумать о других, кто идет за тобой. Если ты не включишься, как они включатся? Если я не включен, как я их включу? Это будет обман, это будет ложь, это будет лицемерие. Я буду от них требовать чего-то, что не делаю сам. Ну, часто, часто вот так у нас. Вы не подумайте, я не хочу вас судить. Я не хочу, потому что это не суждение. Я хочу вас включить и вдохновить. Я хочу вам просто показать, от чего нужно отталкиваться в своем мышлении, для того, чтобы делать какие-то шаги. Это на самом деле окажется, в первую очередь, если ты там, ну, пойдешь, кого я там толкаю, учиться, и ты пойдешь учиться, это окажется для тебя огромным благословением. Ты же скажешь, елки-палки, Бог, это же для меня. Я пошел, вроде даже, может быть, там, потому что я пошел, например, учиться, я пошел, потому что наступает такое время, нужны корочки. Пойду, вот, ну, корочки нужны, чтобы пастор, он был с корочками. Нужно, чтобы у меня было какое-то тоже образование, чтобы вот, ну, меня могли принимать где-то, да, что, а кто, на что у тебя, а, ну, это, ну, давай тогда, расскажи мне. И для меня был вот больше вот этот стимул. Но когда я туда пришел, и когда я начал, я настолько начал обогачаться, я настолько стал благословлен именно для себя, думаю, Бог, это же для меня все вообще. Это же для меня. Я обалдею. Я просто вот благодарен тебе, что ты дал мне в этой жизни, вот я это сравнивал, покататься на Мерседесе, на самой последней модели. Я одного человеку говорил, я говорю, ты, ну, я ему тоже про учебу говорил, иди учись. Говорит, да я зачем? И у него БМВ хорошее. Я говорю, а зачем ты БМВ купил? Нравится? Да. Нравится, когда другие смотрят, нравится самому есть, комфортно, все качественно. И возможность у тебя есть, правильно? Правильно. Классно, когда твои возможности совпадают с твоими желаниями. И я говорю, а вот в христианской жизни ты не хочешь на Мерседесе ездить. Вот в духовном мире, да, ты не хочешь вложиться в себя. Ты не хочешь позволить Богу, чтобы тебя вывести на другой уровень, чтобы ты все свои таланты использовал, весь свой потенциал смог включить. Потому что, ну, в тебе очень много. Ты даже не знаешь, сколько в тебе. Мы когда жили вот в этой обычной нашей жизни раньше, до Христа, мы учились. Мы готовы были идти учиться для того, чтобы потом получить хорошую работу. Правильно? Ведь в этом же заключался наш смысл. И мы вкладывались в это. Пять лет, шесть лет, ну какая разница? Потом, зато у меня будет потом высшее образование. У меня будет вот другой уровень. Я буду человеком другого уровня. А в христианство ты не хочешь вкладываться. А это жизнь жизни. Это дело дел. Это служение царю царей. Царь выбирает всегда лучших себе на служение. И служить по-настоящему Богу, это есть самая высшая примилегия в жизни. Но кто будет служить царю? И искусные будут служить царю. Те, которые научились, те, которые посвятились, те, которые сделали усилия. Вы знаете, что Иисус сказал? Он говорит, что за дне Иоанна Крестителя, Царство Небесное, силой берется. И всякие употребляющие усилия восхищает его. Это об этом. Вот до Иоанна Крестителя в Царство Небесное входили евреи, потому что они там родились. Потому что вот это был Божий народ. Оно им принадлежало. И мы иногда думаем, что вот, я принял Иисуса, и я в Царство Небесное. А Иисус говорит, не так это сейчас, ребята, работает. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, водил Царство Божие. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А кто исполняет волю Отца Небесного? Дух Святой. Вот этот вот Дух, который тебя будет влечь. А куда Дух влечет тебя? В любом случае он тебя влечет на другие уровни. Он тебя растягивает. Он хочет тебя увеличить твой потенциал. Вот здесь в этой притче мы это прочитали. Что каждый человек, у одного было два, и он принес два. Каждый увеличил свой потенциал в два раза. На сто процентов. Использовал все, что было дано, на сто процентов. Вообще нету речи там. То есть там просто разные люди были, разные таланты. Но у людей были вот эти вот. Два приумножил на два. Три приумножил на три. Пять. Еще пять. На сто процентов каждый использовал то, что ему было дано Богом в этой жизни. Естественное. Мы иногда хотим сверхъестественное. Знаете, да? Мы иногда... И мы иногда... А вот сверхъестественное, знаете, что это такое? Это одиннадцатый талант. Вот то, что я хотел назвать. Вот как проповедь. Одиннадцатый талант. Вот это сверхъестественное. Сверхъестественное начнет приходить, когда ты свое естественное все используешь. Когда ты все свое естественное включишь и направишь вот это вот на... в своей жизни, там, на служение Богу или просто, да, на служение людям. Просто вот в свою жизнь ты включишься. И вот когда ты включишься, вот тогда придет вот этот одиннадцатый. Понимаете? Одиннадцатый не придет. Пока не будет реализовано вот эти десять. Пять и пять. Понимаете, про что говорю, да? Или нет? Мысли, понимаете? Поэтому вот это вот желание одиннадцатого, то, чтобы, ну, вот Бог как сверхъестественного тебе вот это вот дал, включил тебя сверхъестественное, оно не работает. Неправильно работает. Это, это духомания. Это игра. Это игра все. Знаете, что такое игра? Игра это где ты не чувствуешь ответственности. Где ты, в принципе, делаешь все то, что делают и не в игре, ну, в настоящем, хорошо можно сказать, бою, жизни, служении, да? А вот тот, кто играет, он как бы так поиграл-поиграл, такой раз оставил, просто поиграл. И он никому ничего не говорил, и он ничего про себя не заявлял, он руку как бы не поднимал. Он просто как бы пробует. Знаете, вот есть спортсмены, профессиональные, футболисты, хоккеисты, которые вот зарабатывают огромные деньги. Которые выкладываются полностью, которые там свое тело содержат в балансе, которые постоянно там тоже развиваются, постоянно тренируются, и они там вот, ну, они бьются по-настоящему. Они там хорошо, сильно толкают, а все по-настоящему, да? Там ему нельзя косячить, очень часто. Там он не может взять шайбу и пойду, я сейчас всех обыграю. Нет, сделай то, что ты должен сделать, отдай ее быстро, да, там, или выброси ее из зоны, если ты защитник, да? То есть, а в игре или на тренировке? А, ты можешь делать, что хочешь. Ты взял шайбу, тут обыграл этих, обыграл на тренировке, защитник, прошел всю команду, забил волк. Вот она игра. А если ты так начнешь играть в игре настоящей, то тебя быстро поставят на скамейку и скажут, не надо нам твоих выкрутасов. Пускай ты техничный, но тебе надо просто делать то, что ты должен делать. Это один из примеров. Второй есть пример, вот, про игру. Это, сейчас в интернете тоже полно людей таких, которые, они вот, что угодно могут делать с клюшкой. Вот там парень, у него клюшка, шайба, он шайбой набивает, он так, он ее куда только, он куда хочешь попадает в воротах. Он объезжает там все, он такие фокусы с ним вытворяет. Или с мячом там вот эти, которые там набивают. И так, и так, вы, наверное, видели. Фокусники, да? И ты думаешь, что по идее этот человек, да ему вот туда, что же его в профессиональную команду-то не возьмут. Он бы там огромные деньги зарабатывал. А он там не может. Понимаете, ему там вот никто не даст. Там его вот эти вот выкрутасы, вот эти вот, да, вот эти жонглирования, вот эти фокусы, они там не нужны. И вот его техника там, там ему просто вот плечом зубы дадут один раз, и он перестанет вот это вот с шайбой вытворять. Потому что так, потому что там все жестко. Припечатают к борту, и все. И отпадет желание. А он больше ничего не умеет. Он умеет только фокусы. И вот я понимаю, что в сегодняшнее время церковь очень много имеет вот такого мышления, таких людей, которые с одной стороны многое могут, которых на тренировке там что-то получается. Которые есть просто вот люди, даже к дарам так относятся, знаете, пророчествовать там или еще что-то. То есть они их не применяют в реальной, настоящей, как бы, жизни, да, для того, чтобы людей спасать, для того, чтобы ответственность брать на себя, да. А вот просто поиграться, да. Не думайте, что опять же я сужу. Потому что тренировки, они тоже есть. Понимаете, да? Тренировки, они тоже есть. И на тренировках, даже профессиональные, спортсменные, они там тоже и жонглируют, и выкрутасы делают, да. И вот, ну, обыгрывают всю команду там и так далее, да. Но просто... А чем тогда отличаются вот фокусники вот от профессионалов? Ответственностью. То, что они взяли на себя ответственность. Они заявили о себе, что они в высшей лиге будут играть. Они готовы там это делать. Они уже тренируются и все это делают для того, чтобы сражаться. Для того, чтобы приносить результат. Для того, чтобы вот, ну, играть там. И, может быть, иногда какой-то красивый финт и пролезет. Но, в целом, для него это просто уже как, ну, битва и война. И он в первую очередь несет ответственность. Потому что я говорю, что... Вот у нас как в хоккей были. Если ты не будешь там слушать тренера и просто будешь такой, сам себе на уме, не будешь там с командой взаимодействовать, да. Просто будешь как бы играть для себя, в свое удовольствие. То тебя быстро посадят на лавку. Сейчас тоже в христианстве очень много людей, которые сядут на лавку. Которых посадили на лавку. Они сидят, они могут там критиковать пастора. Христианство, все вокруг. Они друг другу могут показать, как у них все хорошо получается. Рассказать свои опыты. Как у них вот было вот много интересного. Но реальных, настоящих шагов заявить о себе. Что они хотят служить, что они готовы дальше. Что они готовы жертвовать там чем-то, да. Что они готовы жить вот в этих вот условиях. Потому что как спортсмены живут. Знаете, да. Они живут вот в этих определенных условиях. Не с женой часто, не с детьми. Они идут на сборы. И это просто посвящение. Специальная еда и так далее. Вот что не хватает сегодняшнему христианству. По-настоящему. Просто вот этого понимания того, что ну все серьезно. И ради этого нужно иногда чем-то жертвовать, чего-то лишаться. Все так переживают. Часто у меня друзей тоже таких полно там, да. Что, а что вы? Ну как? У меня ж жена, у меня ж дети. Как я вот сейчас пойду в Богу служу? Я ж так завязан. А это ж надо время вырвать. А я вырву ихнее какое-то время дополнительно. И, понимаете, я не хочу вам сказать, что нужно ругаться своими женами или мужьями. Знаете, их можно убедить. И можно доказать. И можно сказать, что слушай, то, что делаю я сейчас, оно благословляет нас с тобой и тебя в будущем. Потому что я Богу служу. Потому что я для Бога это делаю. Это все для нашей семьи, для укрепления. И если я буду служить Богу, Бог никогда не позволит разрушиться моему браку. Понимаете? Никогда. Просто я вижу это в апостолах. Знаете, когда они сказали Иисусу, мы оставили все и последовали за тобой. Иисусу не сказал, да нет, мы еще не все оставили. Иисус говорит, истинно говорю вам, что кто оставил хоть что-то ради меня, получит во сколько раз больше в этой жизни. Понимаете? И это то обетование, которое ты должен передать своему мужу или жене, или еще кому-то сказать, слушай, это то, что принесет благословение в нашу жизнь. Может быть, да, учиться поехать. Я не знаю, как что, я просто вам, ну, рассказываю эту проповедь. Да, я еще раз, поймите, не сужу, да. Не пытаюсь никого, там, подковырнуть или задеть. Пытаюсь просто вдохновить и показать, насколько, вот, ну, Иисус, он бескомпромиссный был, он это объяснял. Он говорит, если хоть кто-то любит больше меня, жену, детей, родителей, еще хоть что-либо, он не достоин меня, он не может быть моим учеником. И что тогда? Надо все забить на свою семью, на... Да нет, нет, он про это не говорит. Он говорит, просто вот, если ты начнешь жить так, что я буду у тебя на первом месте, то у тебя высвободится время в итоге для всего. Я освобожу тебя от всякой ерунды, и у тебя появится время, сила и энергия для отношений другого уровня со своей женой, мужем, родителями, детьми и так далее. Потому что мы, я говорю, иногда не хотим, как бы, вот, ну, не понимаем, что служение Богу, оно, ну, оно органично для нашей жизни, оно вписывается в нашу жизнь, оно вот спокойно туда включается и вытесняет оно только все ненужное. Интернет поменьше, лент вот эти, ну, это как просто такой уже пример заезженный, да, и так далее. Но у нас куча мест и моментов, где мы теряем время с вами. И вот я говорю, я 10 лет пролежал на одном и том же месте на диване. Где-то вот с 6 часов вечера, или там с 7 или с 8, как я приходил, я ложился на одно и то же место, отдыхал, смотрел телевизор, копался в интернете и вот просто вот отдыхал. Что-то до 12, до часу, до дуга. Представьте, сколько времени я просто вот лежал. Ел, ходил и лежал. Да, я много работал, я там еще что-то делал, а потом вот лежал. И потом я просто помню, когда вот Бог меня включил, я еще продолжал лежать, но телевизор был убавлен, а я слушал проповедь. Знаете, вот Бог меня начал вот так вот включать, просто через, мне перестало интересно быть, он так же продолжал работать, я уже этого Соловьева я пытался включить, я не был понять, о чем они говорят. У меня уже мысль за них не цепляется. Они раньше так интересно рассказывали, я прям за ними следил, а потом вот раз и все, как будто на иностранном языке, я прям две минуты пытаюсь послушать, о чем они говорят. Не могу. Ну ладно, ну по почве послушаю. Я их вот оставлю, потом опять не могу. Не цепляется за них мысль. И потом, когда Бог уже закачал меня, закачал, закачал, уже пришло время действовать, пришло время делать, и я увидел, как Бог способен освободить очень много времени в моей жизни. И нашлось время для того, чтобы поехать учиться, и теперь я, как я уже много раз свидетельствую об этом, я с нетерпением жду следующего учеба. Мне это так нравится, меня это так благословляет, что это для меня отдых на самом деле. И благословение. Мы должны понять, что мы все думаем, что может быть за нами кто-то придет и увидит твой потенциал и скажет, я пришел за домой, встань на эту позицию, ты самый лучший. Хотим иногда, но никто не придет. Но если ты будешь тренироваться по-настоящему, то придут. Как за Давидом пришли, понимаете, пришли, из Выше Лени придут, постепенно, если ты возьмешь на себя эту ответственность, заявить, потому что, например, заявить, что я пойду учиться, это ответственность. Это уже вот взять и сказать, а под это уже нужно начать что-то делать, нужно раздвигать, нужно понимать, что я некоторым говорю, да иди учить, даже не доучишься, мы все-таки ответственны, ну как же, если я начну, я должен закончить. А сами не начнут. Выберут, лучше не начать. Я говорю, да лучше начать, а там походу разберешься. Мне все ответственность. Я все начал. Ну хорошо, хорошо, что ты это понимаешь. Надо закончить, конечно. Знаете, я, ну вот у меня вот эта вот история тоже. Про то, чтобы быть пастором. Вот я стеснялся этого названия. Да, мне казалось, что главное быть христианином. Главное вот, я хочу проповедовать, я могу, я даю, я могу организовывать все, я буду проповедовать, я все могу делать. То, что делает пастор. Все. То есть это, ну, совершенно нормально для меня. Ну, называться вот эти погоны на себя. И я как бы думал, что вот это более какая-то такая духовная позиция, что более смиренная такая, что я буду делать все то же самое, но без названия. И я понял потом, что на самом деле я убегаю от ответственности. Я убегаю от ответственности. Я убегаю от того, чтобы, ну, назвать себя, потому что мне так удобнее. Мне так легче. А как легче? А потому что если волк или, 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 волк или тигр, там, да, или медведь придет и овцу унесет, я так могу овцой притвориться, а что я, 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 я со всеми, как все, что мне, вот, живы-то рвать, да, за кого-то. Вот, и все как бы вот в этом. А если назвался, полезай в кузов. Нужно уже принимать какие-то меры, нужно что-то делать. Нужно с кем-то разговаривать, с кем-то встречаться, кого-то убеждать, кого-то наказывать, да, какие-то вот эти вещи делать. Поэтому быть ответственным за правильное учение, быть ответственным за правильный пример, быть ответственным за хорошую проповедь, за духовную пищу, за потерю кого-то. Считать эту потерю своей потерей уже. А не так, что, ну, все время кто-то падает, все время кто-то теряется. Правильно ли? Но когда ты называешься уже, да, то ты несешь ответственность. И вот я говорю, что сейчас церкви, ну, как бы вот время такое полно, оно такое христианство-либерализм, такой свободы, что все хотят быть кем-то, но ответственности нести никто не хочет. Называться этим никто не хочет. Пророчествовать хотят, а пророками быть уже не хотят, потому что, ну, я попробовал, я сказал тебе и так далее. Но нужно и пророчествовать, и возрастать в этом. Потому что для того, чтобы быть пророком, нужно идти учиться. Скажите Аминь. Аминь. Потому что для того, чтобы правильно пророчествовать, нужно много знаний иметь. Потому что Дух Святой говорит нам на основании того, что есть в нас. Аминь. Апостол Павел, посмотрите, он был полон знаний, был полон слова. И не только слова. Принеси мне книги, особенно кожаные. Понимаете, да? Апостол Павел, что ты там за литературку такую почитываешь? Кожаных переплеток. Явно не Писание. Потому что назвал бы Писанием. Нет, читал разные книги. Он был просвещен, он был просвещен в этой эллинистической, греческой культуре. Он цитировал поэтов современных. Понимаете, да? Как важно было. Может быть, кто-то только благодаря вот этой цитате спасся. И открылся. То, что этот человек не просто какой-то пустослов, а человек наполнен знанием. Потому что люди, я говорю, они уважают знания. Люди готовы принимать. Мы должны это понять. Чтобы Бог включил свое сверхъестественное, мы должны сначала включить все свое естественное. Во всем своем христианстве. Поэтому мечтайте реализоваться. Мечтайте. Это хорошая мечта. Стремитесь к тому, чтобы реализоваться. Используйте все возможности, которые дают тебе возможность реализоваться. Пробуйте все. Я вот, ну, для себя просто вот так похвастаться немножко. Как я начинал. Вот в центре реабилитации. Просто со стройки. Да, мне, ну, как бы вот сначала просто с того, что я был хорошим подсобником. Скажите, кто такой хороший подсобник. Не знаете? Это не тот, который, о котором ты все время говоришь. Да, я, по-моему, уже вам говорил, да, который ты говоришь, дай мне это, он дает. Но это нормальный подсобник. Есть тот, который, а, что? Ты спрашиваешь, ты говоришь, да, уйди ты отсюда, потому что тебе уже надо. А хороший подсобник, он, ты только... Чик, уже здесь молотон. Ты, уже здесь гвоздь. И все, вот он хороший подсобник, он смотрит, он думает, он с тобой, он включен, он в деле. Вот мы должны сначала стать такими. В церкви, в крестьянстве. И я вот с этого начинал. И когда вот испанец, которому я как бы помогал, он увидел, что я как бы, он даже на меня кричал. Мне кажется, мне даже казалось, что он это, ну, они, они такие, у них как бы есть такое, что инструмент, чтобы вот нас чуть-чуть спровоцировать, гордость там из человека достать, так немножко вывести его на конфликт, увидеть его нутро, да. Иногда, ну, как бы мы используем эти инструменты, чуть-чуть дать давление человеку, и он сразу же зубы покажет, и ты понимаешь, да, кто в этом. И вот, и он на меня тоже кричал, а я что-то добрый на него, мне вот, ну, покрикивал даже, я думаю, что кричит, мне даже кричать как бы не надо. Но вот он даже кричал из-за тех моментов, чтобы я был еще лучше подсобных. И вот потом уже... И потом он что сделал? Он дал мне, мы там ложили плитку, и потом он сказал мне, давай ты, делай то, что он делал. И я начал делать. И у него счастье наступило. Ой, Клинка делается, сама. Человек, который, вот, ну, его, ну, как не было, да, то есть, его не считали за боевую единицу, вдруг стал полезным, и работа делается. Привидение делает эту работу. И все. А привидение очень нравится. Делать какую-то работу, чем вот там тележку таскать, и кирпичи, и плитку, уже как мастер, и уже старшие, которые там мной руководили, да и туда, из русских, они уже не сделали. Чего тебе там еще этого, ну, давай этого, и все. Уже мастер. И вот так вот постепенно, вот, ну, я помню, я остался, и вот мне нравилось это. Потом гитару, я начал играть на гитаре. В хоре. А, еще не в хоре, просто вот, я уже умел немножко на улице играть на гитаре. Мне нравились христианские песни, и я спросил разрешение, и мне позволили там немножко принчать. Я так потихоньку принчал, потом меня стали брать на репетиции, и так далее. Я еще помню, был такой момент, у нас брали там на учение, чтобы попасть на учение, оно было раз в неделю, по понедельникам, нужно было, во-первых, быть ответственным, ну, такого уже уровня, нормального по времени, и тут и не каждый раз попадал, потому что кто-то остается с ребятами, кто-то на гухне и так далее. Была такая грубо говоря, а мне так хотелось быть на учение. Я вот один раз там был, и я думаю, ну, когда же, я прямо, у меня жажда такая, я так хочу быть на учение. И потом, когда я стал играть в хоре, я был на всех учениях. Потому что это стало, вот знаете, вот этим местом, вот, понимаете, и для меня это было откровением, было подтверждением, что Бог, Он нас слышит, Он нас видит, Он делает все для того, чтобы, ну, ты мог расти, ты мог быть в самом лучшем месте для себя. Понимаете? И все, и я вот, я говорю, я вот, стройка, гитара, собрание, потом потихоньку начал проповедовать, сначала коряво, а потом лучше, потом Бог стал давать опыты, какие-то, и эти опыты стали трогать людей, и я помню, я дошел до такого момента, что я проповедовал больше, чем мой директор, больше, чем испанцы, больше, чем кто-либо из русских, живущих со мной, меня оставили везде, в воскресенье, в среду, ну, я уже на утренних собраниях даже не говорил. Постепенно стал лидером, я не чувствовал в себе никаких лидерских качеств, мне казалось, что я не умею руководить людьми, потому что я видел, что все ответственные, такие всегда, должны ругать людей всегда. Найти что-то в человеке обязательно его ругать. И вот это вот всех так вот делать такими духовными. А я не такой человек, я мягкий был, мне как-то, я даже, я заявил на одном из собраний лидеров, я говорю, у нас что, ответственный это только тот, кто ругает, что ли? И ко мне прислушались, меня услышали тоже, и я уже мог быть лидером, и одним из старших, но я не был человек, который все время ругает. меня не боялись. И так далее. И вот, ну, стричь я стал, да, то есть вот, я стал, ну, научился, мне захотелось, я, меня мама все время стригла, поэтому у меня потомственная, и я все время знал, как это делается, пальцами, и там вот это вот, все, я, моя голова, она знала, как это делается, а руки еще не умеют. И я тоже стал этим, и постепенно тоже это вот, дало авторитет в мою жизнь среди других ребят тоже. Меня стали воспринимать и уважать по-другому, потому что, ну, все идут там, в субботу, там, на какие-то работы иногда, там, пишут людей, а я всегда иду встречу. И ребят нужно постричь, и всех нужно постричь, и так далее. Я быстренько пострюгаю, потом футболы гайки. Поэтому это тоже приносило определенные дивиденды и бонусы, да, что меня вот, я нигде не работал практически, там, ни в свинарь, ни в мастерстве, все, я умел строить, я всегда был на всех собраниях практически, и так далее. Опять же, почему, потому что, ну, я это как называю, я был, я хотел, я был готов использовать то, что я умею, вот это вот физическое еще. Вот эти вот мои дары, то, что я про это говорю, да, своими руками, что-то вот, ну, делать немножко больше, чем просто вот обычная жизнь. В итоге, там, да, пришел сюда, было откровение, что нужно быть в маленькой церкви, это было уверенное откровение, потому что я понимал, что я хочу проповедовать Божье Слово. Ну, пускай не часто, но, не пойти в большую, где нужно выставиться в большую очередь, вот так вот, очень долго, так ровно ходить, кивать все время, и потом тебе, может быть, дадут возможность попроповедовать, стать ашером на несколько лет, там, и так далее. Ну, потому что это большая организация, ничего, ничего личного, то есть, это просто большая организация, там очень трудно, чтобы тебя заметили, там, там нужно быть, вот, ну, рядом, всегда в этой движухе, а я уже не готов был, вот, ну, играть в это, понимаете, я уже не хотел играть, мне нужно было уже делать, и тогда я пришел, и Бог дал это, у меня было это понимание, и Бог дал мне такую церковь, где я вот жил, и рос, и проповедовал, и мой источник, он, ну, не закоксовывался до конца, то есть, были этапы, там, я мог полгода не проповедовать, но потом все равно проповедовал, проповедовал, и я ощущал, что Бог со мной, и даже когда не проповедовал, я выходил молиться и молился, то есть я старался не закапывать свой дар, в итоге для меня все равно это все явилось подтверждением, в итоге Бог призвал, дал свое служение, дал силы на то, чтобы, знаете, даже вот настоящее служение, которое для меня из Духа, когда Павел говорит, не плоти, Иисус говорит, не плоти крови, или Павел тоже говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью, но пошел проповедовать Слово Божье, понимаете, для меня это подтверждение, что все это даже произошло в моей жизни не через плоть и кровь, никто не приехал, меня не поставил, Бог дал Духа, и я стал делать, понимаете, и все, и это нашло своих людей, кому это нужно, понимаете, это главное, я реализовываюсь сам, я помогаю реализовываться другим, но через то, что я вот был открыт к тому, чтобы делать то, что я могу, у меня была мечта учиться, еще когда я был в РЭТ, и эта мечта сейчас реализуется тоже, я говорю, что, ну, я вот вижу, как Бог действительно действует, я вот, ну, как бы, мы уже, знаете, ладно, я скажу, я уже провел три конференции, не будучи даже пастором, три, идите попробуйте одно сделать, ну, просто, я благодарен тем людям, которые меня поддерживали во всем этом, Бог дал мне этих людей, в одной конференции одних, в другой других, в третьих, в третьих, и как кто-то прошел все три, ну, просто вот, мне нравится быть использованным Богом, мне это больше всего нравится, быть включенным, и это то, что я вам хочу передать, мое желание не как-то вот перед вами вот похвалиться, мое желание вот вдохновить вас на то, что вот оно существует, полная включенность существует, можно 30, можно 60, можно 90. И вот я сейчас рад, наблюдаю за тем, что Бог начинает делать сверхъестественные вещи, вот то, что я рассказывал про Жанну и про ее сына, вот для меня это и есть уже одиннадцатый талант, когда ты делаешь все, что ты можешь, и потом Бог начинает включаться и начинает действовать. А еще, возможно, ситуация в минус, потому что там был один человек, у которого забрали патанку. Знаете, вот этот вот, который зарыл его, у него взяли и забрали. И это тоже происходит. Мы, с одной стороны, говорим, да, дары и призвание Божие не приложены. Но вот в этой притче мы видим, что у одного забрали. Он говорит, что кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того заберется и то, что имел, то, что думал иметь, да. И мы должны проверять себя, используем мы или не используем то, что нам дано. Хотим мы это использовать или не хотим. Ищем ли мы эти возможности. Вот вчера тоже про это размышляю, я вспомнил одну историю, которая со мной была в Рэду тоже. Такая интересная, ну для меня была на тот момент, как было подтверждение, с гитарой связанное. Когда я только начал играть, приезжать на гитаре, у нас там были потом репетиции хора, и все, кто как учился играть на гитаре, они ходили вот в выходной на эти репетиции. Там у нас девушки приходили, все это так, немножко другая атмосфера, мы же там жили, мы же девушку идем только издалека, а вот так вот рядом посидеть, поиграть, это вообще было как бы в чем-то невозможным. И вот я помню, а у меня гитары-то не было, и все придут, и я помню, там даже еще один парень приходил, который так и не стал играть на гитаре, но у него была такая большая жена, нет, Данила, он однажды учился играть на гитаре, такой тоже пошел в хор, ну Данила приходил там кому-то из, он побольше у меня времени был, и брал у него хорошую гитару, мы давали хорошую гитару, а у меня деревяшка была ужасная. Вот она, она маленькая такая, она не строила вообще, она не звучала, просто вот, ну просто ужас вообще, а не гитара. Я вот сидел с этой гитарой, и мне вот просто, меня всего так вот корежило, сжимало, то есть я как ущербный какой-то просто, все тут пришли, девушки, все тут, ну на гитаре. Я играть-то вроде как бы могу, а я вот с этой вот ущербной вот ужасной гитарой, у меня внутри все сжимается, но я так это все, ну, от себя отгоняю, мне же главное все-таки играть и так далее. И вроде как бы, я ее даже, ну так, потому что все играют, и даже ее не слышно, как она там бринчит, не бринчит, я просто песню учу там и так далее. Ну вот это чувство, ну было стыдно, стрёмно просто, вот сами понимаете, как будто ты в какой-то, все в красивой одежде, а ты тут в рванье в каком-то сидишь, и тебе хочется сквозь землю провалиться. Вот так вот я ходил на свои первые репетиции. Я помню, был один испанец, его Манула Вигу звали, он такой тоже, ну, интересный человек был, какой-то особенный, и он, у него была хорошая гитара, испанская, одна из самых лучших таких, и он иногда на втором этаже, он так любил, у него был такой дар ободрения, он иногда любил там поиграть что-нибудь для ребят, или для себя, не знаю, но потом у него какое-то там, видимо, сложное время было, он, по-моему, там собрался уже в Испанию уезжать, и как-то вот он периодически грустный хоть ходил, мало играл на гитаре, ну, просто это такой совпал, и я у него там один раз или два брал его гитару, спрашивал, можно, можно, но он мне как-то один раз дал, и вот у меня опять репетиция, и я подхожу к нему, кольманул, можно взять твою гитару? Он говорит, нет, и все. Ну, мне обидно чуть стало, как бы, мне и так спрашивать неудобно, думал, даст, вроде отношения неплохие, а тут нет, и никаких аргументов, ничего. Ну, ладно, думаю, пойду с деревяшкой, как обычно, вот с этой. Ну, вот, и вот, там репетиция должна начаться, что-то там, в три или в четыре, и ребята пошли играть в футбол, и я пошел пока смотреть, мне нужно было дождаться, пока начнется, и вот этот манул, он пошел играть тоже в футбол, и там футбольное поле у нас такое, на бетонном поле, открытое такое, там, в спортзале мы играли, и вот он играл, играл, а все равно, вот, оно чувствует, знаете, когда человек не дал, как бы, и я почувствовал, что и он себя не очень хорошо чувствует, и я себя не очень хорошо, какое-то напряжение такое между нами стояло, короче, хотя я же, ну, христианин такой молодой, я его благословляю, я, ну, мне обидно, конечно, да, я бы его, я бы его, конечно, проклял бы с удовольствием, но я борюсь с собой, стою, как бы, смотрю футбол, и вдруг вот этот вот манул, он там что-то, это, он играл футбол не очень, но бегал очень быстро, подворачивает ногу как-то очень сильно, идет как, и как бы мне его жалко, реально, я его там подхватываю, давай, помогаю, то есть, и все вот это, понимаете, вот эта вот каша там моим чувствует, идет такой, возьми, не даруй, знаете, как, как вот понял, знаете, ну, как вот что-то, вот оно как досталось ему, типа вот, на каком-то, да, мы же, мы же любим, как люди так про кого-то сказать, а, это идти из-за меня, да, досталось там, и так далее, не знаю, из-за меня, не из-за меня, но, знаете, что самое интересное, что потом, когда я, меня как раз через какое-то время перевезли в Самару, переместили, вот как раз служить, строить и быть лидером хора, а мануло собрался уезжать в Испанию, и это была его гитара, но мой директор подошел к нему и забрал у него гитару, и сказал, нам нужна здесь гитара, мы у тебя ее возьмем, и ему было тяжело, наверное, с этим расставаться, но это все-таки община, и куда в первую очередь нужно, туда нужно, и как вы думаете, кому эта гитара досталась? Мне эта гитара досталась, ну, это просто как иллюстрация того, что, знаете, если ты не используешь, если ты, Бог найдет, кому отдать, понимаете, Бог найдет, кому отдать, будьте вот этими собирателями одиннадцатого таланта, а кто собирает одиннадцатого таланта, кто использует свои пять и приумножает их, свои естественные, вот то, что есть, понимаете, для меня это было, я как понимал тогда, что я страдаю с этой вот деревянной гитарой, но я терплю вот это вот унижение, но в итоге Бог дал мне вот это то, как Бог меня благословит, и... а потом тоже очень интересно с этой гитарой, когда я уезжал в Москву, поле увенения, ну, директор увенения забрал, тоже, и после этого я сказал, ах, ну, не даете мне гитару, тогда я уйду из роту, ну, не из-за этого, конечно, но мне было тоже обидно, что я столько служил, а у я до сих пор не от своей гитары, вот, это тоже, как бы, говорится о том, что, ну, Бог хочет нам дать ту платформу, то служение, где уже не придут у тебя и не заберут ничего, ну, поэтому, да, Бог говорит то, что кто верен в чужому, так, ну, будет доверено свое, понимаете, у тебя будет свое, у тебя будет свое имя, будет свое служение, ты будешь эти вот, ну, дары свои использовать. Еще один небольшой, маленький, да, иллюстрацию про одного тоже человека, который мне однажды вот тоже рассказал такую историю, и как по-разному можно иногда интерпретировать опыт с Богом, один человек мне говорит, нет, Бог ночью пришел, представляешь, ну, как бы, это был мой брат духовный, да, и он, ну, Бог через меня много начал двигаться, а как-то вот, ну, в его жизни немного было опытов, я уже всех замучил своими опытами, откровениями, там, и так далее, и вот, наконец-то, у него выстреливает опыт с Богом, который, у него произошел, он говорит, ко мне Бог ночью меня разбудил и говорил, ты меня так мало ищешь, ты не читаешь слова, ты не молишься, почему, ну, как бы, я так хочу с тобой время, и он говорит, я начал молиться, я молился ночью, я почитал, и потом, он говорит, я говорю Богу, ну, все, Бог, отстань, я спать хочу, и Бог говорит, нет, и вот, я мне рассказал такой опыт, он рассказал его с такой точки зрения, типа, смотри, ко мне сам Бог приходит, ты чего приходит, ну, мне так мало, да, как бы больше, то есть, понимаете, мы иногда как христиане хотим, чтобы сам Бог к нам пришел и сказал, ну, как бы, вот, все тебе подтверждения, откровения, там, и так далее, уговорил тебя, ты не мог бы, ты, пожалуйста, идти учиться, там, я не знаю, или, или еще что, понимаете, это Бог, и я думаю, ну, и мне, как бы, я по-другому, я просто знал этого человека, как он живет, и я по-другому, вот, знаете, и он, а он как вот, ну, как бы, ко мне сам Бог приходил, сам Бог приходил, мало ищешь меня, говорит, больше надо, ну, захочется больше искать, пусть еще раз придет, может, тогда подумал, искать его там, или не искать, молиться или не молиться, вот мы иногда имеем такое сердце по отношению к Богу, сами даже не замечаем, что как будто Бог вот для того, чтобы нас поставить на служение, увлечь нас в служение, куда-то дальше нас двинуть, надо, чтобы вот перед тобой вот все раздвинулось, сам пришел, голос с небес, чтобы не меньше, чем как у самого Иисуса все произошло, тогда подумаю еще, и знаете, вот, ну, я говорю, что скорее всего, скорее всего, после таких опытов человек не начнет искать Бога, потому что если он не ищет его, тогда когда вот он сам не ищет, то и после того, знаете, как Иисус сказал, есть у них Моисей и пророки, он говорит, если им не верят, то если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Мы иногда хотим, чтобы вот прям сам спустился с небес и вот повелел вот уже вот что делать конкретно. А Бог ждет, пока мы используем сначала то, что уже у нас есть, то, что мы можем. Вот знаете, как на Саула, когда Дух Святой сошел, ему было сказано, вот когда это с тобой произойдет, вот эти вот знамения, Дух Святой на тебе, тогда иди, делай все. Я раньше думал, тогда иди, я раньше, ну неправильно даже для себя недавно царство перечитал, и я думал, тогда иди, делай все, что хочешь. Нет, там было сказано так, тогда иди, делай все, что может твоя рука. Вот понимаете, что Бог от нас хочет? Мы должны вот таким образом, потому что это Бог, потому что Он самый главный. И когда вот Он увидит в нас вот это вот желание, тогда в нашу жизнь начнут приходить вот эти вот одиннадцатые таланты, вот эти вот сверхъестественные вещи, сверхъестественно тебя Бог начнет использовать, и ты увидишь в себе такие вещи, что это никак не соответствовало твоей природе, твоему характеру, что ты оказывается такой, а ты это делаешь, ты это можешь делать. У тебя из Духа это открылось, у тебя начинает это литься, и ты начинаешь быть сверхъестественным человеком. Потому что сверхъестественное, что это такое? Это то, что надо естественным. Не важно, чуть-чуть или много, но это если это уже над естественным, сверх того, что естественно, сверх того, вот мы должны стать этими людьми, сверх того, кто мы. Но мы не станем, когда мы хотя бы сначала себя полностью используем. Аминь. Поэтому надо переставать играть, надо переставать, вот. Хотя упражняться хорошо, знаете, но просто, чтобы это не было только всем. ответственность. Нужно однажды понять, что и ответственность на себя нужно взять. Потому что вот те, кто, ну, ребята служат в хоре, они же не просто вот поют для своего удовольствия, они приходят в десять часов, да, для того, чтобы песни разучить, порепетировать и так далее, да. Почему? Потому что они сказали, да, мы будем этим участком, и Бог, Бог их будет, ну, благословлять и дальше и наполнять, и через них двигаться. Достаточно, да, на сегодня? Извините уж меня, что я вас так по поводу института и учебы прокачиваю, но это хороший пример, хороший пример того, что решение все равно будешь принимать ты, того, что Бог хочет, чтобы ты захотел, того, что Бог хочет, чтобы ты сделал, какие-то часто шаги в неизвестность, да, ради Него, ради Его Царства. Потому что если это как бы не от Него, оно каким-то образом не сложится, не получится. Но мы должны часто вот иметь такое сердце, что я буду пробовать, что я буду двигаться в этом направлении. еще неизвестно вообще будет ли в этом году учеба, да, потому что опять там коронавирус и так далее. Но в этом году учеба будет с 19 октября, будет начинаться. Вот у меня уже пару человек есть, кого как бы точно есть желание и решение отправить. Вот. Ну, надо до этого времени дожить и вообще, я говорю, будет она или не будет. Ну, подумайте о том, что ради чего нужно включиться еще раз. Мы вернемся, ну, в это начало сегодняшней проповеди, что не делу все только в тебе и вокруг твоей жизни. Что настоящее христианство оно в том, чтобы прожить так, включиться так, чтобы смочь включить других, помочь включиться другим. Поэтому учиться здесь это одна из главных обязанностей наших, как христиан. Если у нас есть на это возможность. Если у нас есть на это возможность. Вот. Поэтому не оправдывайтесь, не, ну, как бы попросите у Бога, да, желания, попросите у Бога откровения и так далее. И я вот говорю, что еще раз вам то откровение, которое я говорил, что во времена Саула меч был только у Саула и Анафана. Но время Саула было сменено временем Давида. И это откровение, это пророчество про Царство Божие, которое приходит на землю. Мы говорим, что, что это значит меч? Меч – это слово, меч – это оружие, меч – это знание тоже, да. Меч – это вот, ну, это там у них был секрет изготовления железа, то есть у них было знание какое-то определенное, да, благодаря которому их мечи, они были железные, их оружие было железное. Поэтому нам, как христианам, нам необходимо, чтобы вот наш меч, то слово, которым мы обладаем, то понимание, то откровение, в котором мы движемся, оно было, ну, как бы вот, как железный меч, понимаете. С сознанием. Одно дело, когда ты свидетельствуешь людям, ну, как-нибудь, только из сердца своего, да. А другое дело, когда ты обладаешь уже знанием, способен убедить, имеешь практику риторики, понимаешь, и тогда ты будешь совершенно другим орудием, другой уровень убеждения, понимаете. Это действительно так. И вот народ Божиим филистимлянам проиграл то, что народ был не обуздан. Народ был с вилами, с копьями, кто во что гораст. Но во времена Давида все стало как по-другому. Он вооружил своих людей. Он сделал вот это вот 30 сильных, да, героев и всех остальных. То есть у него люди были вооружены. Это была его сила. Это то, что Бог хочет. Понимаете. Поэтому знание – сила. Понимаете. И Бог будет нас использовать по мере того, насколько мы сами позволим Ему. И мир, и люди очень сильно нуждаются в адекватной проповеди Иоанна, в настоящей. Потому что, тоже я как для себя, мне все открывается и открывается. Мы иногда хотим человека для Бога завоевать там одной проповедью, одним касанием Бога каким-то, да, привести его, чтобы пум, чудо произошло. Но по-настоящему работа происходит вот постепенно, постепенно. Из проповеди в проповедь, из убеждения в убеждение. И вы понимаете, для этого нужно иметь объем. О чем говорит. Что говорит. Понимаете. Вот. Например. Для